Украинская делегация прибыла на Всемирный экономический форум в Давосе. Буквально в эти минуты продолжается очень важная встреча президента Порошенко с директором Международного валютного фонда Кристин Лагард. О чем они говорят и чем еще запомнится второй день форума самых богатых и влиятельных людей мира. На прямой связи из Давоса Светлана Чернецкая, у нее знаем все подробности. Светлана, здравствуйте, без слова. Добрый вечер, Катя. Это без преувеличения одна из важнейших давосских встреч для украинской делегации. Президент Порошенко в эти самые минуты проводит переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда. Уже традиционно они встречаются в рамках форума, вот только в этот раз переговоры может омрачить вопрос об антикоррупционном суде. Создание этого суда одно из условий дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ. Ну а законопроект в фонде раскритиковали и внесли свои предложения. Теперь ждут, прислушается ли к ним Киев. В последний раз Украина получала транш от фонда в апреле прошлого года. Сотрудничество с МВФ замедлилось на фоне претензий международных кредиторов по поводу реформ. В эти минуты встреча продолжается, поэтому о результатах ее мы расскажем уже в следующих выпусках. Ну а также сегодня президент Порошенко встретился с премьером Израиля Бениамином Нетаньяху. Они обсудили сотрудничество между странами. А чем еще запомнится второй день Всемирного экономического форума в Давосе? Я предлагаю посмотреть в моем сюжете. Это главная рекламная площадка Украины. Впервые в 48-летней истории форума у нас появился свой дом на центральной улице Давоса. Здесь каждый день проводят дискуссии и встречи. Рассказывают о самых привлекательных сферах Украины в плане инвестиций. В том числе о технологиях, энергетике, сельском хозяйстве и IT. Кстати, завтра одной из участниц дискуссии будет всемирно известный человекоподобный робот София. Что касается главной программы форума, то самые ожидаемые выступления канцлера Германии, президента Франции. Для Эммануэля Макрона это первая речь в Давосе с момента его избрания в мае прошлого года. И он предложил свое собственное видение мира. К молодому президенту здесь очень большой интерес. Он стремится стать главным европейским лидером. И эта роль ускользает от Ангела Меркель. Позиция немецкого канцлера в ЕС немного пошатнулась после долгих месяцев политической неопределенности после выборов. В своем выступлении Меркель сконцентрировалась на будущем Европы. Европа должна взять на себя больше ответственности, а не полагаться на США, как это было раньше. Мы должны брать свою судьбу в собственные руки. И мы уже начали это делать, запустив общую оборонную политику и объединяя усилия по поводу миграции. Хотя в этом вопросе в ЕС еще много расхождений. Президент Порошенко тоже выступит на сцене форума. Это произойдет послезавтра. Вместе с президентами Польши и Литвы он будет участвовать в дискуссии о Центральной и Восточной Европе. И в пятницу же Порошенко планирует встретиться с американским президентом. Дональда Трампа в Давосе ждут далеко не все. И здесь, и в Тюрихе проходят массовые демонстрации против его приезда. Впрочем, в пятницу Трампа ждут с обращением на главной сцене форума. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер из Давоса, Швейцария.